Михаил Андреевич, ну вот Вы представляете сегодня корпорацию Бега, безусловно, одного из лидеров импульмонологического мира, особенно в области протезирования челюстно-лицевой области. Вместе с тем, станок, который сегодня стал Вашей визитной карточкой знаменитой швейцарской фирмы Велимин Макадель, предназначен для часовой промышленности. Неужели станки для часовой промышленности уже используются в стоматологии? — Компания Бега очень долго искала технологию по изготовлению индивидуальных аббатментов. И место, куда они пришли, это была Швейцария, компания по производству станков для часовой промышленности. Почему именно часовая промышленность? Потому что, безусловно, в часовой промышленности используются технологии с максимальной точностью. То, как раз, что и необходимо при изготовлении индивидуальных аббатментов. Компания Бега заказала у швейцарской компании Велимин Макадель пробный станок, адаптировала технологию для производства индивидуальных аббатментов и уже впоследствии запустила серию на производство таких станков. В общей сложности у Бега их 4 станка, один как раз в России на совместном партнерском производстве компании Мегастом и компании Бега. Михаил Андреевич, одной из уязвимых моментов в дентальном протезировании с помощью имплантов является прецизионность внутрикосной части и ответной части. Какое количество прецизионных микрон Вы гарантируете при производстве на своем станке? Безусловно, для врача-ортопеда и врача-хирурга-имплантолога это имеет особое значение прецизионность ортопедической части и самого имплантанта. Технология компании Бега с применением швейцарских станков Велимин Макадель позволяет получить прецизионность в виде 10 микрон. То есть зазор между внутренним шестигранником имплантанта и наружным шестигранником индивидуального аббатмента составляет всего 10 микрон. Необходимо сказать, что, к примеру, стандартные компоненты для протезирования, выпускаемые многими производителями системы имплантантов, там прецизионность составляет 25 микрон. То есть точность индивидуальных аббатментов, их прецизионность гораздо более выше, чем стандартные компоненты протезирования. Ну вот, допустим, я являюсь главным врачом, решил сотрудничать с вашей мастерской, где стоит этот знаменитый станок. Я так понимаю, в городе Москва. Да. Я что должен отправить вам в лабораторию? Гипсовую модель, оттиск из какого-то материала, оптический оттиск. Что вы принимаете для исполнения заказа? На самом деле все очень просто. Самое главное – это желание и понимание процесса. Всегда можно обратиться к нам в компанию, позвонить в колл-центр. Мы всегда подскажем, какие конкретно необходимы входящие материалы для получения готового изделия. Но, как правило, мы работаем или с оттиском, или с уровня гипсовой модели. Обязательно, чтобы был антагонист, рабочая модель и прикусной шаблон. То есть, преград для вас нет? Вы приспосабливаетесь к возможностям клиента, заказчика? Безусловно. Более того, мы потом впоследствии на эти индивидуальные абатменты можем изготовить и финальную ортопедическую конструкцию из диоксида циркония с нанесением или под покрас. Очень интересно. Я слышал много об этом, но так, чтобы вы утверждаете, что это имеет гарантийный результат, гарантийный период, это вызывает восхищение. То есть, вы беретесь прямо за такие публичные обещания. Безусловно. По договору гарантийный срок составляет 3 года, но могу вам сказать, что с данной технологией мы работаем уже более 10 лет. И за этот период времени у нас не было ни одного случая перелома индивидуального абатмента, ни одного случая расфиксации индивидуального абатмента и каких-либо проблем, связанных с протезированием на индивидуальных абатментах на системе имплантатов бега. Исследования томских ученых, белгородских ученых показывают, что изготовленные из прутка титанового изделия гораздо крепче держатся и меньше подвержены переломам. На нашем производстве используются титановые прутки диаметром от 10 до 22 миллиметров. Это 2 с лишним сантиметра толщина прутка, такой вот цилиндр. Да, это достаточно большой объем титанового прутка, который позволяет изготовить индивидуальный абатмент любой геометрии, любой формы и с любым углом кривизны. Вот насколько ваш станок обеспечивает гладкость поверхности супроконструкции? Безусловно, это очень важно для будущей ортопедической конструкции. Технология, которая применяется нами при изготовлении индивидуальных абатментов, она включает в себя фрезеровку титанового прутка с применением порядка 25 фрез. Плюс за счет того, что охлаждение используется нестандартная водная или водоэмульсионная смесь, при охлаждении используется чисто масляная смесь. За счет применения такого количества фрез, за счет применения такой системы охлаждения, мы добиваемся идеальной чистоты поверхности. Это швейцарский станок Велимин Макадель 408 МТ, 7-осевой станок, как раз который в нашей лаборатории используется для изготовления индивидуальных абатментов на системы Бега Семодос, Астра, Штрауман, Ксайф и Ноббит. В настоящий момент станок находится на прогреве. Прогрев в среднем занимает 2 часа. Это обязательный этап перед любым запуском производства. После того, как прогрев станка будет завершен, мы обязательно запускаем всегда на изготовление тестовую деталь, проводим контроль параметров. Если есть необходимость, эти параметры корректируются на рабочей стойке станка, и только после этого происходит запуск производства конкретного индивидуального абатмента. Сейчас мы останавливаем программу прогрева, поскольку станок уже набрал рабочую температуру. И запускаем программу на производство тестовой детали. Устанавливается платформа для удержания уже готового изделия. Перед производством станок проходит ряд контрольных точек, диагностирует себя к готовности на производство. Подготавливает пруток, то есть торцует. Выдвигает на необходимую длину и запускает вначале токарную обработку, а затем уже фрезерную. Задача на этом этапе – изготовить тестовую деталь с интерфейсом. Потому что в индивидуальном абатменте один из самых главных компонентов – это интерфейс. Именно его контроль и происходит на данном случае. Это идет расфрезеровка отверстия под винт. В процессе изготовления индивидуального абатмента используется масляная смесь, так как только за счет такой смеси можно добиться идеальной полированности. Финишная обработка шестигранника и завершающий этап – отрез от прутка. Все, тестовая деталь у нас готова. Мы ее можем извлечь из станка и провести контроль. Мы получили параметр 2.389. Соответственно, нам необходимо провести корректировку. Когда мы отправляем файл в Германию, компания «Бегов» – это один из этапов контроля качества, проводит компьютерную визуализацию в процессе изготовления этого индивидуального абатмента. Если на данном этапе появляются какие-то ошибки, есть возможность их устранить еще до непосредственного изготовления единицы. После того, как мы измерили контрольные параметры, проводится корректировка параметров станка и запускается производство изделия, то есть индивидуального абатмента. Сейчас идет процесс как раз обработки верхней кромки. Это уже финишная обработка, которая занимает в среднем 5 минут. Используется порядка 5 пресс для финишной обработки. И после этого мы уже увидим готовую деталь. В среднем производство одного индивидуального абатмента составляет в районе 20 минут. Для изготовления одного индивидуального абатмента в среднем используется от 15 до 20 пресс. Поскольку интерфейс абатмента уже готов, деталь будет срезаться с прутка для дальнейшей уже финишной обработки верхней кромки. Деталь готова, и сейчас мы увидим, что у нас получилось. Интересно. Скажите, вот если сравнивать экономические компоненты, например, купить готовую супраконструкцию из каталога, например, той же фирмы «Бега», которую вы поставляете на российском рынке, или изготовить индивидуальный абатмент, насколько разница в цене будет очевидной? На самом деле разницы практически нет никакой. Можно даже сказать, что изготовление индивидуального абатмента с учетом его плюсов обойдется конечному заказчику гораздо выгоднее, чем заказать стандартный элемент протезирования. Безусловно, я так представляю, что и репутационные риски снижаются, поскольку все индивидуализировано, персонифицировано под заказчика, соответственно, пациента. И наверняка это всегда уютнее, как говорится, ходить в костюме пошитом на заказ, нежели купленном в магазине. Безусловно. Более того, на самом деле, это единственная технология, которая представлена на российском рынке именно самим заводом-производителем имплантантов. То есть это лицензионное право компании «Бега» тщательно следить за технологией, которая применяется в России. Соответственно, гарантия идет от имплантанта до конечной ортопедической конструкции. Какие компании, например, имплантационные сегодня в этом списке, чтобы врачи и главные врачи, посмотрев наш репортаж, могли к вам обращаться за индивидуальными заказами для супроконструкции? Какие это имплантологические системы? У компании «Бега» есть право на производство индивидуальных аббатментов на систему «Астротеч», «Нобель», «Штрауман» и «Ксайф». Ну это серьезный список. Это, в общем-то, лидеры мирового рынка. Ну что же, отлично. А вот если заказчик находится не в Москве, например, на Камчатке или в Новосибирске, возможно ли такое сотрудничество в виде размещения заказов в вашей лаборатории? Безусловно. В настоящее время самый дальний регион для сотрудничества с нами – это Владивосток и Южно-Сахалинск. Ну что, это вызывает уважение. Вы думаете, вначале получается о родине, а потом о себе, как говорится, в знаменитой песне. Я хочу вас поблагодарить. Большое спасибо. Уверен, что нашим зрителям программы «Афишемед» репортаж с вашего стенда очень понравится. И наверняка вы получите новых заказчиков из нашей необъятной родины. Спасибо вам, Михаил Андреевич. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания.